Воскресенье Наша земля, о, великая наша земля, О, родная земля! Воскресенье Воскресенье Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас, в дни празднования 60-летия победы русского народа в Великой Одесской войне, творческая встреча двух поколений, старшего и младшего. Это творческая встреча людей, которых объединяет одно – любовь к музыке, к искусству, в частности, к хоровому пению. Это делает их жизнь гораздо более содержательнее, делает их духовнее, богаче и радостнее их жизни. Этой радостью они все сегодня хотят поделиться с вами. Итак, я сейчас представляю вам дирижера нашего академического хора, заслуженного работника культуры Московской области Елену Маргоеву. Она скажет несколько слов об этой встрече. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, кто часто приходит на наши концерты, я смотрю, особенностью не так много людей. Ну ладно, ничего страшного. Они знают, что у нас уже такая традиция, что к нам приходят познакомиться другие коллективы. Мы хотим друг на друга посмотреть, послушать, как поют вживую, посидеть сначала в зрительном зале, потом там постоять. И вот кто постоянно к нам приходит, они знают, что у нас в гостях был московский хор учителей, у нас был хор из Дубны, затем хор института стали и сплавов. А вот сегодня у нас вот такие очаровательные создания. Вот с такими очаровательными созданиями, я не хочу, что я вас так называю, потому что на самом деле так и есть. Вот, я думаю, за у меня поддержат. АПЛОДИСМЕНТЫ Это старший хор Школы искусств города Хиньки. У нас, конечно, сегодня можно назвать хоровой праздник. Такой хоровой праздник, который остается в памяти на всю жизнь. И вот, ребятки, вы когда вырастите, вы вспомните мои слова, потому что не так часто вживую слышишь взрослый хор. Это редко бывает. В детской хоры почаще немножечко звучат. Но, опять же, я передам наш хор, не так часто слышат детский хор вживую. Понимаете, радио, телевидение — это совершенно другое восприятие. Еще вы знаете, что мне хочется сказать? Вот у нас сейчас такие времена, немножко трудные для хора. В каком смысле? В 50-х, 60-х, 70-х годах, ребят, когда вас еще не было, было указание правительства, министерства культуры о создании хоров. И вот тогда хоры расцветали. В школах у нас всех были хоры, в институтах хоры организовывались, в хорцах культуры организовывались хоры, так же, как и наш организовался. Вот нашему хору 40 лет. И народному хору ДК тоже 40 лет. Понимаете? Это было такое движение. И вы, наверное, слышали, ребятки, какие праздники огромные проходили в Эстонии. Когда-нибудь слышали? Не видели? Нет? Вы участвовали в сходном хоре, да? Мне ваша руководитель сказала. Вы участвовали в сходном хоре, вы, в общем-то, чувствуете, что это такое. Вы были в этой школе. Это очень радостное чувство, да? Кимите хотя бы. Вы сейчас расслабьтесь. Отдыхайте. Вот. И хоры... Вот, Лариса Борисовна, выйдите, пожалуйста. Это Лариса Борисовна Кривецкая, руководитель и старт-класса. Я просто хочу с вами поговорить, чтобы мы вместе стояли, потому что мы в одной шкуре занимаемся одним делом. И мне очень приятно, Лариса Борисовна, сейчас с вами вместе стоять. Вы что-то приносили нас на этот концерт. Потому что, действительно, ребята взрослых не видели. К нам студенты приезжали в школу. Мы их слышали. Мы смешаны юборских. А взрослые, в общем-то... Раньше мы ездили в Москву, с ребятами, мы слышали в консерваторе, в Золчаковской взрослой коллективе. Но вот года два у нас эта традиция немножко затерялась. Мы рады с вами встречаться и в дальнейшем. В общем, самое главное положить начало. Лариса Борисовна, скажите, пожалуйста, вот где вы выступали или как? Я в школе искусств работаю в 2011 год с ребятами старшего хора. Мы пели в Золчаковской в Москве, в ЦСКА. Мы выступали на фестиваль международных, областных, в Гнесинском институте. Часто нас приглашают в Красногорск на праздники хоровые, на фестиваль памяти Сверидова в город Балашика. Мы ездим уже в пятый год и достаточно много пели Рептара, Георгия Сверидова. Очень много выступаем у нас в школе. У нас проходят очень часто концерты, которые мы вас тоже приглашаем. Пожалуйста, приходите. Тематические концерты в школе бывают. В школе нашей будет 50, а в школе, поскольку в школе дети, поступая из наших школ, с пятого класса. Ну и бывают ученики, у нас сейчас и в третий класс, который сегодня ансамблем перед вами выступит. Я очень бы хотела воспользоваться случаем и пригласить вас, ваших внуков и детей, привезти к нам в школу 20-21 на вступительный экзамен, чтобы ваши детки учились в нашей школе. Мы ее очень любим и дорожим ей. Скажите, пожалуйста, Анна Арсеньевна, скажите, вот кто-нибудь пошел после окончания от хоровой отделения, считаете, у нас, да? Нет, общая здесь идет, общая. Ну, в общем, на хорместера пойдет кто-нибудь? Сейчас хорместер Аня Мельникова, моя ученица, пришла к работе с этого года. Она успешно работает со средним хором, собирается прийти на постоянную работу. Есть вокалисты, есть хорместеры. И в этом году еще девочка собирается выступать на вокальной отделении, которая в трех конкурсах стала в городе Ослабье, Видно и в Химках. Ее сегодня нет. Она сегодня в Институте Гнесиных на неоткрытой двери. К сожалению, она хотела у вас выступить, но ее сегодня нет с нами. Но я переживаю, чтобы она лучше поступила. Так что сейчас мы предоставляем слово замечательному коллективу и замечательному хорместеру Ларисе Борисовне Гривецкой и концерт-мейстер Алла Викторовна Сидорская. Сидорская. Кабаревский. Слова Викторова. Не только к мальчишке. Песня о Ларисе Михеенко. Песня о Ларисе Михеенко. Песня о Ларисе Михеенко. Песня о Ларисе Михеенко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Подмосковье ПЕСНЯ 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 Замечательные люди здесь живут Те, что ставят нашу Родину трудом Здесь мы трудимся, мечтаем и поют Под Мостоне, под Мостоне, наш любимый край родной Под Мостоне, под Мостоне, мы любуемся тобой Сердцем милым, а любимым под Мостоне Украинская народная песня в обработке Крыжановской Елена Макоева, концертмейстер Татьяна Микунова АПЛОДИСМЕНТЫ Какое страшное слово — война, оно ведь коснулось тебя и меня Лихое начало по этой войне Встают на защиту солдаты страны Все люди России и дети, и старики Закрыли собой придевшие руку ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Ты моя юность, ты моя пара, то, что сбилось, то, что жизнь не сбилось. Не вставь я за собой, не в лесане море, не за мной, не в поле, скудет ветерный сон. Ведь отчина моя, не скажу, не даря, здравствуй, русское оле, я твой тонкий колоссоль. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.